Меня очень часто спрашивают, Нейлона, ну как, как ты совмещаешь такие нереальные, невозможные, несовместимые вещи? Ну, конечно, я никогда не была так, что я проснулась вот однажды утром и решила, о, давайте я совмещу несовместимое, стану ученым, моделью, а еще ассистентом режиссера. Ну, нет, конечно же, все развивалось постепенно, все это было естественно, и я просто была очень любопытна, мне было много что интересно, я не боялась пробовать, я была открыта с возможностями и просто трудилась. И на самом деле, действительно, это большой стереотип, что это невозможно совместить. и если бы мне, например, в детстве сказали, что, Илона, ты станешь ученым, я бы сама очень удивилась бы и сказала, да, это невозможно, это нереально, потому что какие у нас стереотипы в головах, что это где-то очень высоко, это что-то такое недоступное, это что-то очень сложное, сухое, и мы все в детстве мечтаем стать пожарниками, докторами, может быть, полицейскими, какими-то такими простыми специальностями, понятными, нам понятными специальностями. И я, например, мечтала стать воспитательницей детского сада. Конечно, мои студенты мне говорят, что моя мечта осуществилась, я и стала, что я воспитываю детский сад. На самом деле, немножечко, да, это все серьезнее, но как все это получилось? Начнем по порядку, что в детстве я была пацанкой, и когда я была пацанкой, я бегала с мальчишками, я лазила по деревьям, я не носила юбки, и у меня родители стали переживать. Говорят, ну, Илона, ты же девочка, ты как, ты должна быть женственной. И таким образом они нашли решение этой проблемы, они отправили меня в модельную школу. Я пошла в модельную школу, думаю, ну, попробую, ладно, раз родители так настаивают, почему бы нет. А мне это понравилось. Я стала работать сначала в модельной школе, потом в модельном агентстве стали поступать предложения, мне это стало нравиться, но тут же я понимала, что, ну, нет, конечно, это не может стать моей постоянной профессией, потому что это настолько нестабильно, это все здорово, это может быть хобби работой, но мне хотелось какой-то стабильности. Модели очень рано уходят на пенсию, как вы знаете, плюс сегодня ты нравишься, сегодня ты в тренде, завтра ты не подходишь, сегодня тебя любят, завтра тебя забыли. Ну, то есть это настолько нестабильно, что я стала искать какое-то другое еще себе применение, что хотелось какой-то стабильности, как мы все хотим. Ну, и когда я заканчивала школу, передо мной стал выбор, что то ли сдать хорошо государственные экзамены, и сосредоточиться на учебе, то ли поехать за границу работать моделью. Я выбрала первое, именно по тем соображениям, о которых я говорю, и решила сдать экзамены. Но после того, как я сдала экзамены, передо мной прям встала большая проблема, какую же профессию выбрать. Я была прямо в панике. Я надеюсь, я не одна в этом. Поднимите руку, кто тоже, перед кем тоже стояла такая сложность этого выбора, когда-то уже, очень приятно видеть, что я не одна, потому что у меня была реально паника. И меня кидало из одной сферы в другую. Мне начали очень много чего советовать. Все советовали стать юристом, врачом, экономистом. И много таких специальностей, где ты понимаешь, что ты будешь делать в жизни дальше, о которых у нас не такое абстрактное представление о профессиях, как о других. И мне действительно было очень сложно сделать выбор. Я сначала сфокусировалась на двух профессиях. Это экономист, который был очень популярен в то время. И все говорили, вот, если ты станешь экономистом, ты будешь работать в банке или руководить фирмой. Но мне самой очень близка и очень нравилась химия. Это, наверное, опять звучит очень странно. Девочка, химия. Как-то очень странно. Но у нас был потрясающий учитель в школе по химии. И он породил этот интерес в химии. То есть мы делали много экспериментов, мы участвовали в олимпиадах, в викторинах. То есть уроки были действительно очень захватывающие, интересные. И таким образом у меня возникла любовь к химии. И поэтому стал такой выбор. То ли то, что мне нравится химия, то ли то, что полезно или нужно, или то, что все говорят, что давай, иди на экономический. Хорошо, что я послушала свою интуицию и подумала, ну, наверное, где-то интуицию, а где-то я подумала, что раз так много еще учиться надо и так много сил применять, лучше я буду учить то, что мне нравится. Ну, это легче тоже с какой-то стороны. И очень хорошо, что я так сделала. Когда я начала учить химию, я поняла, насколько абстрактно у нас представление о всех профессиях. Для меня открылось столько много возможностей. Я поняла, что химия — это не так, как мне говорили, что ты сможешь работать только либо в промышленности, либо ты сможешь быть учителем химии. Больше ничего. Что ты еще сможешь делать? На самом деле я увидела, как много всего можно сделать с химией. Например, можно пойти в пищевую химию, можно стать аналитикстом, можно делать прогнозы погоды, можно изучать организм человека, изучать болезни, изучать эмоции. А если хотите, то можно вообще заняться искусством, стать реставратором. И это тоже химия. То есть пока я не начала заниматься химией, я этого просто не видела. И возможности открываются только тогда, когда вы уже в этой среде, когда вы видите и занимаетесь этим делом, встречаете людей. И я уверена просто, что так в любой профессии. Поэтому надо не бояться идти туда, куда вам нравится. Даже если поначалу ваши стереотипы, ваше представление абстрактное о какой-то или иной профессии говорит, что там себя невозможно применить. Можно. Можно применить себя везде. Главное, чтобы вам это нравилось. Тогда вы найдете себя, вы найдете то, где вы можете себя применить. И я решила изучать организм человека. Мне показалось это так интересно, что у нас происходит столько много процессов в организме, столько много химических реакций. Так если, по-моему, ежесекундно только в мозге человека происходит 100 тысяч реакций. Они все между собой связаны, они все зависят друг от друга. И наш организм настолько интересен и сложен, что можно его изучать до бесконечности. Все наши эмоции — это тоже химические реакции. И меня это очень заинтересовало. Я пошла в биоорганическую химию и не хотелось останавливаться на бакалаврской. То есть хотелось изучать дальше и дальше. Это, знаете, как в детстве, наверное, нам всем нравится решать загадки, играть в квесты. По крайней мере, многим очень нравится. И в науке это что-то похожее. То есть у вас стоит какая-то задача, нет ответа, вам надо найти его. И появляется азарт. И тогда уже несложно перейти из бакалавра в магистра, из магистра в доктора, потому что вы постоянно ищете ответ на вопрос, вам это интересно, это не сухо. Вы каждый день в лаборатории, конечно, очень много экспериментов, не получается, проваливается. И вы ищете подход другой к этому вопросу. И постоянно происходит как игра. Вот нас неправильно немножечко, ну, с одной стороны, правильно, с другой стороны, неправильно учат в школах, что такому перфекционизму, что никогда, ну, нельзя нигде ошибиться, что все должно быть правильно, четко. И в школе дают же нам как задачи? Нам дают задачи, на которые существует ответ. И мы должны решить эту задачу и получить этот правильный ответ. А в науке и в жизни совсем по-другому. Перед нами стоят какие-то задачи, на которых ответа нет. То есть не бывает такого, о, неправильный ответ. Да, бывает, что не получился эксперимент так, как ты хотел, или не получилось так, как вы задумывали в жизни, но это не значит, что это неправильно. Из этого надо просто брать какой-то опыт и идти дальше. И подходить к вопросу. Или с другой стороны, или пробовать заново. То есть нет такого, что все, у меня не получилось, я опустил руки, и займусь чем-то другим. И так вот я и дошла до докторской степени, как мне говорят, что я выгляжу нетипично для доктора, но мне даже часто, как я посещаю очень много стран, езжу с какими-то речами, рассказываю о наших программах. Я руковожу бакалаврские и магистрские программы в Тарфском университете. И мне мои студенты всегда говорят, Илона, ты только представляйся, пожалуйста, потому что ты так нестандартно выглядишь для доктора. И у меня с этим связано много разных историй. Например, однажды мой друг, мой приятель по модельной тусовке, мы очень много встречались, общались уже несколько лет. И тут он ко мне подходит и говорит, что ты такой довольный, веселый, что говорит, что, О, Илона, ты знаешь, у нас такая маленькая страна, Эстония, у тебя такое необычное имя-фамилия, но у тебя есть здесь полная тезка. Я изначально даже так удивилась и насторожилась, думаю, о, как интересно. Я никогда не встречала даже человека просто с такой же фамилией, а тут прям полная тезка. И тут он мне показывает научные публикации, мои собственные научные публикации, на что я, естественно, рассмеялась. И говорю, да не, говорю, Марек, это я, это мои работы. Но в ответ он тоже рассмеялся и подумал, что я над ним прикалываюсь. В общем, он так и не поверил мне, что это я. Я, конечно, не стала доказывать, что бить в грудь. О, нет, это я, это я, я не просто блондинка. Но поняла, насколько сильны эти стереотипы в наших головах, которые сидят, и насколько твоему другу легче поверить, что у тебя есть полная тезка, чем то, что ты можешь быть не просто модель, а еще и что-то в голове может тоже быть. Поэтому иногда нам эти стереотипы мешают в жизни увидеть какие-то возможности. Мы иногда в рамках каких-то и боимся выступить за эти рамки или думаем, что, о, нам приходит предложение, мы думаем, не, ну я с этим не справлюсь, не смогу. А на самом деле нет такого. Нет такого, что есть талантливый человек, есть не талантливый. Самое важное – это просто найти себя в той или иной сфере, попробовать, не бояться, потому что уверенность на самом деле играет очень большую роль, потому что часто мы просто упускаем возможности из-за того, что думаем, что мы не справимся. У меня много из этих примеров таких, но, например, если бы мне, когда предложили поучаствовать в съемках одного международного проекта, поработать на съемочной площадке, я никогда бы не стала ассистентом режиссера. А история была такая, что меня знали и как модели, знали, что у меня есть образование. Сюда ехал очень известный проект, реалити-шоу Amazing Race. Его многие в Америке знают. И один из эпизодов снимали в Эстонии. И у режиссера были такие требования, что он хотел себе местного ассистента, но этот ассистент должен был иметь хорошее образование, должен был приятно выглядеть, и также он должен был понимать, что происходит на съемочной площадке, то есть понимать весь этот процесс. И так как меня знали люди с разных сторон, то мне предложили прийти на интервью, поучаствовать и, может быть, попробовать себя. Если бы во мне не было вот этой вот какой-то интереса и уверенности, что я справлюсь, то, конечно, я бы не пошла, я бы сказала, вы что, с ума сошли? Какой из меня ассистент-режиссер? Я же модель, я ученый, куда? А я со своей такой самоуверенностью пошла на интервью, получила работу. И у меня это не просто получилось, но меня это заинтересовало. И так начался вот этот третий виток в моей жизни, третья работа. Я стала работать на разных съемочных проектах, различные сериалы, рекламы, фильмы. И это действительно очень меня интересует, интересно, и я с удовольствием нахожу время для этого тоже. Конечно, какой еще могу пример привести, то, что уверенность играет большую роль, и надо выходить из стереотипов, это те же самые мои студенты. Я работаю программным директором в Тартуском университете бакаларских и магистрских программ. И в бакаларской программе у нас существует такой курс, такой проект, как iGEM. Это конкурс, международный конкурс очень высокого уровня по синтетической биологии. Там участвуют ежегодно 80 стран, больше 80 стран, 4000 участников. И вот у нас есть своя тоже команда, свои студенты, которые делают проекты для этого конкурса ежегодно. Смысл конкурса — это вы должны создать какое-то решение, предложить какое-то решение мировой проблемы с помощью синтетической биологии. И мы берем исключительно первокурсников, в основном первый-второй курсы нашей программы в эту команду. И почему мы делаем это так рано? Потому что мы хотим показать им возможности, мы хотим раскрыть их потенциал на самом равном уровне. И вот изначально, когда я зову студентов и говорю, что вот вы все приходите, можем участвовать, мы сделаем этот проект, и все будет здорово, очень часто студенты говорят мне, что ну я там помогу, конечно, но я вот не справлюсь. Вот он отличник, вот он такой умный, вот Саша, Маша, они сделают. А я типа нет, я помогу вам просто. И я вижу эту неуверенность в них. И тут очень важно их направить, сказать, сказать, что нет, попробуй. Каждый может это сделать. Главное, чтобы тебе это нравилось. Главное вам почувствовать интерес к этому делу. И тогда результат не заставит себя ждать. И проект длится полгода. И через полгода эти самые студентки, студенты добиваются нереального успеха. Они входят в основной состав команды. Они едут в Америку, представляют проект на международном конкурсе. Вот уже два года привозили серебряную медаль с этого конкурса. То есть это совершенно уже другие люди. То есть поэтому это очень важно, иметь эту уверенность в себе. И тогда у них смотришь и начинает и в учебе, и везде идти совершенно по-другому, потому что они почувствовали уверенность в себе, они мотивированы. Мы уже не можем их выгнать из своих лабораторий. То есть иногда мы сами, руководители, не хотим уже приходить, а они, О, Илона, а можно мы придем в субботу, в воскресенье, вечером мы хотим? Это действительно видно, что у них интерес к этому делу. Они хотят это сделать, это их собственный проект. И очень важно в жизни найти вот это вот в себе. Если ты это находишь, если ты получаешь интерес, то ты добьешься действительно успеха в любой сфере, чем бы ты ни занимался. И так вот у меня и с моими студентами. Так мне говорят, конечно, что, О, Илона, тебе везет, у тебя такие попадаются хорошие студенты. Да, мне, конечно, везет. Они у меня потрясающие, но разве не так, что в каждом человеке есть что-то, просто это надо увидеть и направить, и каждый может себя проявить в этом деле. И поэтому какое у меня было бы пожелание или напутствие, это что надо не бояться. Надо не бояться пробовать, надо не бояться делать что-то, потому что чем больше вы пробуете, чем больше вы делаете, тем больше появляется у вас контактов, тем больше у вас появляются возможности. А чем больше у вас появляются возможности, тем больше есть вероятность достичь успеха в той или иной сфере. Естественно, у меня тоже не было так, что вот я попробовала только эти три вещи, и они сразу у меня получились. Нет, конечно, я пробовала разные вещи, что-то у меня получалось, что-то не получалось, и вообще на самом деле ошибки и какие-то провалы – это часть нормального рабочего процесса, это часть вашего развития. Вы получаете просто какой-то опыт из этого, и просто надо идти дальше и делать что-то еще или пробовать к этому вопросу подойти с другой стороны. То есть нельзя никогда опускать руки, если что-то не получилось, потому что это совершенно нормальный рабочий процесс. И время вы найдете, то есть как я искала время или ищу. Во-первых, скажете, о, три работы, то есть как можно успеть и когда еще отдыхать, а на самом деле сменяя одно занятие на другое, вы отдыхаете. Потому что что мы делаем в свободное время? Мы идем в спортзал, кататься на велосипедах, смотреть телевизор, а я иду на съемочную площадку или на показ или в лабораторию. То есть это тоже смена занятий, и таким образом вы не устаете, вы не перегораете. Конечно, нужно иногда сделать паузу и отдохнуть от всего, но это не так, что все, я устала и больше ничего никогда не смогу сделать. Просто иногда пять дней и опять занимаешься своим любимым делом. Поэтому пробуйте, не бойтесь ничего, вам будет открываться больше и больше возможностей, перед вами будет открываться больше и больше различных дверей. А если какие-то двери закрыты, то вы их открываете, входите и добивайтесь успеха. Продолжение следует...